Личность автор книги Кощуны и Финиста, Ясного Сокола России, писатель Алексей Трехлебов, также известный в узких кругах как Ведоман Ведогор, подозревается в экстремизме и разжигании национальной вражды. Деятельность сообщества, к которому относился задержанный, запрещена еще в 2006 году. Однако Трехлебов продолжал продвигать свои идеи через интернет и на специальных семинарах. Не исключено, что от слов Ведоман планировал перейти к делу. При обыске в его доме полицейские нашли целый арсенал. Павел Деконов продолжит. Камуфляж, солдатские каски, бронежилеты. Такое ощущение, говорят оперативники, что хозяин всего этого гардероба готовился к настоящей войне. Замурные рукавицы, зайди, сейчас покажи. Не двойные, это же для стрельбы два пальца сделано, для курков, да. Обыск в доме Алексея Трехлебова, который сам себя называл не иначе, как Ведоман Ведогор, полицейские провели уже после его задержания в Москве. По версии следствия, он и его соратник Игорь Глоба состоят в религиозном сообществе, основной идеей которого является пропаганда расового превосходства. Деятельность сообщества, в котором участвовали подозреваемые, была запрещена решением Краснодарского краевого суда в 2006 году. Однако мужчины продолжали вербовать в свою организацию новых членов на территории Российской Федерации и Украины. Они организовывали проведение семинаров, осуществляли сбор денежных средств с целью финансирования своего сообщества. Как следует из материалов дела, на платных семинарах подозреваемые приобщали к своей неоязыческой вере все новых членов. Символика сообщества во многом перекликается с нацистской. В своих проповедях неоязычники опирались исключительно на экстремистскую литературу. Алексей Трехлебов сам является автором некоторых из этих книг. Одним из главных атрибутов сверхчеловека, кстати, основатель секты, считает бороду. Борода – это конкретно антенны, которые позволяют связь с родом. То есть каждая волосина, она помогает общаться с каким-либо своим родственником. Наряду с поощрением обильной растительности на лице Трехлебов, по версии следствия, активно продвигал в интернете откровенно националистические идеи. Причем не исключено, что от слов уже был готов перейти к делу. Оперативники изъяли более 40 наименований печатных изданий экстремистской литературы, а также целый арсенал оружия и боеприпасов. Более 3000 патронов к автомату, пулемету, винтовке, около 6 килограммов пороха. Усадьба Алексея Трехлебова на Кубани больше напоминает военный полигон. Снайперские винтовки, пистолеты, гранаты, патроны для пулеметов и автоматов. Таким арсеналом можно вооружить небольшой спецотряд. Здесь нашлись даже дуэльные пистолеты и раритетные шпаги. Сейчас правоохранители пытаются установить, сколько единомышленников удалось завербовать Трехлебову. Уголовное дело возбуждено по статье «Разжигание вражды по национальному признаку» и «Участие в экстремистском сообществе». Павел Диаконов, Полина Федюк, Игорь Баринов. Место происшествия.